Эта великая победа опошляется по двум линиям. Во-первых, потому что она становится разменной игрушкой современной пропаганды российской. Понимаете, она становится лицензией, разрешением на какие-то новые агрессивные действия. И во-вторых, потому что главный смысл победы. А главный смысл победы это разгром тоталитарного режима нацистского и фашистского в Италии, и милитаристского в Японии. И создание демократического мира. Вот эта цель, она явно совершенно отбрасывается. И более того, попирается. И в России восстанавливается режим, как я обычно говорю, по сути фашистский, по обертке советский. Но после того, как последствия всей этой катастрофы экономической, нашей и неудачи политической, военной в Украине стали очевидны для всех, кто что-то понимает, то эти цели отошли. В общем, их сейчас уже нет. Даже в обществе их нет. Понимаете, в обществе уже сейчас, по последним опросам, об Украине вспоминают в третью очередь. В основном все говорят о экономических неурядицах и собственной трудной жизни. Поэтому мне кажется, что сейчас, я должен ясно понимать в Украине, что сейчас тренд изменился. Сейчас тренд на то, чтобы восстановить нормальные отношения с Западом, потому что без этого кризис разрастается в России. И мы второй квартал ожидаем намного более тяжелым, чем первый. Восстановить нормальные отношения с Западом без потери позиций в Украине. То есть, сейчас вот модная в нашем МИДе теория таких двух путей, двух треков, как говорят. Один трек – это восстановление отношений с Западом. Желательно при расколе Европейского Союза на своих и чужих. И будем идти этим путем. А об Украине забудем. Это второй трек. Урегулирование на Украине – это особая проблема. Крым – это особая проблема. Не будем с этим спешить. А будем решать вот эти вещи с Европой. Но вы знаете, что Европа категорически и четко устами Ангела Меркель, Аланда и всех видных политиков, европейских политиков, как таковых, я имею в виду, и объединенная Европа. Она сказала, что нет, этого быть не может. Сначала мир на Украине, полное выполнение минских договоренностей, решение проблемы Крыма, прекращение его оккупации России. И после этого, пожалуйста, будем думать о восстановлении отношений. То есть здесь российские и европейские подходы сейчас диаметральны, но это уже больше не желание завоевать Украину. Это скорее желание выйти, не потеряв лица из проигранной войны с Украиной. Потому что война с Украиной, она проиграна России. Это я могу говорить совершенно точно. Понимаете, когда все это начиналось в феврале-марте прошлого года, тогда цели были очевидны. Понимаете, конечно, не Крым был цель. Целью была смена режима в Киеве, недопущение там демократического режима, режима проевропейского. И второе, это по возможности, помните, Жириновский область в этом году, расчленение Украины. С тем, чтобы те районы Украины, которые, по мнению Кремля, тяготеют к России с преимущественно русскоязычным населением, эти территории или вошли бы в Россию, или создали какое-то вассальное государство от Приднестровья до, естественно, Харькова, ну, какую-то Новороссию, да, под фактическим контролем России. И вот, собственно, были цели. Первая цель, понятно, не достигнута, наоборот, проведены президентские выборы, выборы в Раду. И сейчас Украина, как государство, безусловно, политически состоялась. Это очевидно совершенно. Несколько тяжелейшие условия в этом году. И второе, что война тоже не получилась, никакую Украину не раскололи. Ну, Крым захватили, пока еще никто не опомнился. Но он стал камнем на шее России, дотационный регион, тяжелый, изолировавший Россию от всего мира в международном плане. А на Донбассе, ну, осталось, есть эта полоса, в которую контролируют ЛНР и ДНР, но там, ради того, чтобы этот контроль сохранялся, гибли постоянно русские военнослужащие. И, в общем-то, они в состоянии продвинуться. Как ни пытался Путин в феврале под Дебальцева взять реванш, как ни говорил глава ДНР Захарчиков о том, что мы дойдем до Киева, уж точно до границ Донецка и Луганского, никуда они не дошли, ничего они не сделали. И, в сущности, военные цели не достигнуты. Поэтому война проиграна. Война проиграна не обязательно бывает тогда, когда одна из армии войдет в столицу другой. А война проиграна тогда, когда не достигнуты цели войны, и больше воевать невозможно. Невозможно воевать потому, что сейчас международное сообщество в таком находится модусе, что оно готово не поднимать санкции и не продавать оружие Украине только при условии соблюдения статус-кво. Как только начнется новый этап войны, скажем, захват Мариуполя или что-то еще, или даже просто какой-то тотальный обстрел, как помните, был в Мариуполе, тут же будут введены новые санкции, тут же США начнут поставки армии. И это, зная Москва, не решается на эти действия. То есть Москва сейчас зажата, с одной стороны, мужественным сопротивлением украинцам, с другой стороны, единодушием всего западного мира. Она пытается это как-то расколоть, но явно это не получается. Именно поэтому, дорогой Антон, война проиграна. Это временная интернационализация Крыма через систему ОБСЕ, чтобы там была администрация не украинская, не русская, администрация ОБСЕ, при формальном включении в Украину. Это подготовка нормального референдума в течение нескольких лет, как в Шотландии. Это разрешение потомкам тех граждан, или самим гражданам, если они еще живы, которые были депортированы Сталином из Крыма насильственным в 1941-1944 году, участвовать в этом референдуме. И, наконец, проведение этого референдума с тремя вопросами под международным контролем. Хотите ли вы остаться в Украине? Хотите ли вы перейти в Россию? И хотите ли вы создать независимые государства? Вот, собственно говоря, к этому склоняются сейчас очень многие. Потому что, понимаете ли, просто передать Крым обратно, это значит пренебречь волей людей, а люди ведь не собаки. Понимаете, мы же не можем считать, как с коммунистами, что люди это лишь объект, люди же главный субъект. Хотя понимаю, что, конечно, многим на Украине хотелось бы просто вернуться к то, что называют, вы называли в Риме статус quo antebellum, то есть состояние войны. Но вряд ли это возможно в такой вот форме. Я вообще далек от того, чтобы предполагать, что этот проект завтра на Ура примут в Кремле. Но дело в том, что есть ли Европа. Опять же, я совсем перед тем, как я был сейчас в Брюсселе, я был в Германии. И там была очень высокая конференция русско-германская. И я видел, что немцы стоят, там был МИД немецкий, немцы стоят насмерть, они их не хотят признавать, не на йоту, что Крым российский. Поэтому если России сейчас действительно надо восстановить отношения с Западом, она должна будет искать какого-то компромисса. Иначе ничего не получится. Я думаю, что в той или иной форме начнется, как всегда, в политике торговли. Это очень цинично, но это жизнь. Но, к вашей чести, могу сказать одно, что вы смогли совершить почти чудо. Потому что в стране не было вооруженных сил, не было армии при Януковиче, все развалилось до нельзя. И, собственно говоря, Путин и рассчитывал, что Украину можно взять голыми руками. Притом ему советники говорили неправду, но так многие думали в России, что половина населения Украины, по крайней мере, вот эта пресловутая территория Новороссии, то есть Восток и Юго-Восток, и Юг, это районы, которые только и мечтают, как попасть в Россию. Но оказалось, все это не так. Вы создали армию за считанный год. И эта армия стала одной из лучших по боевым качествам. Может быть, техники не хватает хорошей, но по боевым качествам стала одной из лучших в Европе. Понимаете, вы создали консолидированную нацию, в которую входят и русские, живущие на Украине, кроме украинцев, естественно, и те же татары, и те же армяне, и те же евреи. Практически все население, вот я беседовал много там с адвеситами, с крыльковчанами, и я видел, что эти люди, оставаясь, самым, даже русскоязычными людьми, теперь преданы все целой Украине. Понимаете, вот это замечательно. Понимаете, у вас произошла национальная консолидация. Я ее и ожидал, на самом деле, но и ожидал, и не верил. Потому что примерно то же самое произошло в эпоху Великой Французской революции, когда за считанные месяцы была создана революционная армия, и французская нация, фактически, возникла современная. Вот то же самое произошло у вас. Понимаете, это великое достижение, самое главное его теперь не растерять. Самое главное, теперь за мелкими и очень иногда болезненными проблемами дня не забыть того, что достигнуто, и какая цена заплачена, и, к сожалению, боюсь, еще будет заплачено за это рождение, я бы даже сказал, не возрождение, а рождение украинского государства.